Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о создании графического интерфейса пользователя MATLAB. Для того, чтобы создавать графический интерфейс, надо в командном окне набрать команду GUIDE. Давайте проделаем это. У вас откроется такое окно, где есть несколько шаблонов, которые вы можете использовать для предварительного создания. Давайте начнем с пустого. Откроется такой шаблон с инструментами, в которые входят оси, кнопки, слайдеры, различные редактируемые поля, элементы ActiveX и так далее. Давайте создадим простенький графический интерфейс. Нарисуем оси. Создадим кнопку. Запустим графический интерфейс. Он предложит нам сохранить. Давайте назовем его main. Сгенерируется окно, где будут присутствовать наши оси, созданная кнопка, а также M-файл, в котором мы будем дальше описывать это. Как мы видим, по нажатию клавиши PushButton у нас ничего не происходит. Давайте запрограммируем ее. Переходим в M-файл, сгенерированный MATLAB. И находим функцию, которая ответственна за действие по нажатию клавиши. Оно называется PushButton1Callback. Давайте сделаем так, чтобы при нажатии на эту клавишу у нас рисовался логотип MATLAB. Сохраним. И запустим. Теперь при нажатии на клавишу у нас рисуется логотип. Добавим редактируемое поле. Можем зайти в свойства этого поля. Здесь их много. Каждое из них можно задавать по умолчанию. На данный момент нас интересует поле String. В данный момент это EditText. Мы зададим по умолчанию значение единица. Сохраним результат. Теперь нам надо получить из этого редактируемого поля то число, которое мы туда будем вводить. Создадим дополнительный ряд команд, в частности Get. Все элементы, которые мы создали в графическом интерфейсе, хранятся внутри структуры, которая называется Handles. И для того, чтобы обратиться к полю структуры, отвечающей за редактируемое поле, мы извлечем именно из него этот элемент. Нас интересует поле String, то есть строка. Превратим его в число и передадим на вход функции Membrane. Сохраним. И запустим наше приложение. Теперь по нажатию на клавишу PushButton рисуется соответствующая мода нашей мембраны. Вторая, третья и так далее. Теперь, например, мы хотим, чтобы отрисовка происходила не только во время нажатия клавиши PushButton, но и в момент, когда мы вводим число в редактируемое поле. Для этого создадим отдельную функцию. Назовем ее UpdateAxis. На вход этой функции требуется поле Handles, в котором содержится структура обо всех элементов нашего графического интерфейса. Мы создали функцию. Ее можно переиспользовать как для вызова функции по кнопке PushButton1, так и при редактировании поля Edit1. У меня рисуется как по нажатию клавиши, так и без нажатия клавиши. Но, как вы заметили, когда создается мой графический интерфейс, в осях ничего не отображается. Давайте сделаем так, чтобы там рисовалось значение по умолчанию. Для этого мы перейдем по структуре нашего сгенерированного M-файла вверх. Найдем функцию, которая выполняется при открытии графического интерфейса. Называется Opening Function. И добавим в конец его нашу функцию UpdateAxis, которую мы создали. Она будет выполняться непосредственно перед отображением всего графического интерфейса. Видим результат. Можно поставить чекпоинт для того, чтобы посмотреть, что из себя представляет структура, которую мы передаем на вход каждой функции, которая называется Handles. Посмотрим, что она из себя представляет. Это структура с полями, каждая из которых является идентификатором отдельного элемента. В частности, кнопки, осей, редактируемого поля и так далее. Два остальных аргумента, которые мы передаем на вход нашей функции. Первый – это идентификатор того объекта, с которым мы непосредственно работаем. В данном случае это будет PushButton1. Второе поле на текущий момент не используется. Оно создано как резервное для будущих релизов Matlab. Handles мы уже увидели, как используется. Для того, чтобы посмотреть дополнительную информацию по созданию графических интерфейсов, можно перейти в справку, выбрать Matlab и перейти по вкладке GUI Building. Дополнительную информацию вы можете найти по следующим координатам, либо на сайте Matvex. Спасибо за внимание.